Кадиллак XT6 появился на нашем рынке в 2020 году. Американцы решили создать автомобиль, стоящий в модельной гамме на ступеньку ниже громадины Escalade. Тем не менее, живого интереса у отечественной публики кроссовер не вызвал. Передние кресла Кадиллака с полным набором электрорегулировок имеют по-европейски плотную набивку, но не самый удачный профиль с короткой подушкой и плоской спинкой. Хорошей боковой поддержкой они тоже не отличаются. У приборной панели XT6 есть проблемы с информативностью. Сложно что-либо разглядеть на аналоговых циферблатах с мелкими рисками. Крупный цветной дисплей посередине пестрит от огромного количества информации. Мультимедийная система Кадиллака имеет приличную графику и логичное меню. Интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto есть уже в базе, но сам дисплей уж слишком мал. «Экран медиасистемы не поражает размерами. Его диагональ всего 8 дюймов. Чересчур скромно для такой недешевой машины», — пишет в своем отзыве Максим из Тольятти. Эх, Кадиллак, где же твое хваленое качество? Глянцевый блок климат-контроля при нажатии жалобно поскрипывает. Да еще и бликует на солнце. Хлебковатые воздуховоды, простовата графика центрального дисплея, грубовато выглядит базовая кожа. В иных, далеко не премиальных моделях, она бывает дороже. Шайба управления медиасистемой и кнопка выбора режимов трансмиссии, которые расположены на центральном тоннеле, смотрятся откровенно дешево. Аналогично и с клавишами на дверях. Увы, Кадиллак не миновала мода на сенсорные панели везде и всюду. И здесь почти все на сенсорах. Из-за этого даже кнопку аварийки нашла не сразу. Если что, она справа от экрана мультимедиа. Спасибо хотя бы, что управление климатом сделали кнопочным. Ну, скажем, подогрев сидений опять на сенсорах. Пишет в своем отзыве Марина из Нижнего Новгорода. Возможности двухсотсильного турбомотора двухтонному Кадиллаку хватает в обрез. В его разгоне нет место эмоциям. Тянет ровно и ладно. Крутить бесполезно, все равно особой динамики не добьешься. Тяги ровно столько, чтобы в гражданских режимах не назвать Кадиллак овощем. Однако обгоны со скоростей за сотню требуют напряжения. Управлять Кадиллаком не очень интересно. На хорошем асфальте кроссовер едет приятно. Но скоростные повороты не для него. Крены великоваты, руль малоинформативен. Из отзыва Алексея из Читы, на ходу Кадиллак воспринимается медлительным, тяжелым и с не особо увлекательной управляемостью. Причем у меня версия спорт, где стоит более жесткая по сравнению со стандартной адаптивная подвеска. Тормоза у XT6 работают странно. Педаль тугая и ватная. Информативности категорически не хватает. Да и эффективность замедления оставляет желать лучшего. Кроссовер останавливается будто из последних сил. В большинстве режимов плавность хода XT6 разочаровывает. Вроде бы машина не замечает дорожных мелочей и солидно покачивает кузовом на волнах, но на более крупных неровностях неприятно вздрагивает всем телом. На дачной грунтовке Кадиллак вообще норовит растрясти пассажиров. Подвески не хватает ни ходов, ни энергоемкости, жалуется Иван из Москвы. Бездорожье тоже не для Кадиллака, который обладает сугубо легковой геометрией. Величина дорожного просвета всего лишь 181 миллиметр. А низкий передний бампер кроссовера вообще страшно вывозить на бездорожье. Прав Александр из Санкт-Петербурга. Только съехал с дороги, как передний бампер упирается в первую же кочку. Не отличается сообразительностью трекшн-контроль. Такое ощущение, что при недостатке сцепления электроника подтормаживает сразу все колеса. Давишь на газ, а машина стоит. С другой стороны, Кадиллаки никогда не пользовались у нас ажиотажным спросом. Это всегда были автомобили для тех редких ценителей, которым претит плыть по течению. С этой точки зрения XT6 – идеальный выбор для оригиналов с большой семьей. XT6, как и другие Кадиллаки, эксплуатируют граненый угловатый стиль, придуманный еще в 90-х. И все равно, со своими узкими бойницами передних фар и затекающими на боковины фонарями, кроссовер выглядит стильно и солидно. Он кажется идеальным вариантом для большой семьи. XT6 габаритный и внушительный, но явно более удобный для города, чем монструозный Escalade. Приобрел авто, которое закрывает потребности большой семьи, причем это не стереотипный скучный минивэн, а реально интересная и индивидуальная машина на каждый день. Делится впечатлениями Антон из Москвы. Салон Кадиллака впечатляет оригинальным дизайном с массивными панелями из натурального дерева, обилием хромированных вставок и встроенной в зеркало камерой заднего вида. В версии Sport вместо дерева консоль украшена лакированными панелями, имитирующими карбон. Комплектаций у XT6 всего две – Premium Luxury и Sport. Причем по набору опций отличий нет. А их у лака и так много. Кроссовер в любом случае будет иметь акустику Bose с системой активного шумоподавления, дистанционный пуск двигателя, а также систему контроля полосы движения. Все остальные опции предлагаются в составе пакетов. Это, например, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и системы предотвращения столкновений, а также замшевый потолок и более крутая музыка. «Машина отлично упакована. Доплатил только за совсем уж необязательные вещи, вроде айкандары на потолке и системы ночного видения», – пишет в своем отзыве Михаил из Екатеринбурга. Пассажирам второго и третьего рядов в Кадиллаке стоит быть внимательнее при посадке. Пороги прикрыты дверями. Однако пыль все равно пробивается через уплотнители. Арки задних колес и вовсе остались беззащитными. Зато в остальном Кадиллак очень гостеприимен для задних пассажиров. Сюда, вполне можно заходить, как в минивэн, и запас пространства соответствующий. Здесь отличная обзорность, высокий потолок и всегда есть возможность положить ногу на ногу. У пассажиров собственный климат-контроль, подогрев сидений, розетки и выдвижной бокс с подстаканниками. Вместо цельного дивана в XT6 можно заказать раздельные кресла, причем без всякой доплаты. Из преимуществ таких сидений – индивидуальные подлокотники и более выраженный профиль спинки. К тому же, между двумя креслами удобнее будет перемещаться пассажирам третьего ряда. На галерке расположены удобные сидения для людей среднего роста. С небольшим, но все-таки запасом места для коленей и над головой. Порадовал полноценный третий ряд сидений. Места хватает, плюс есть подлокотники с подстаканниками и зарядные розетки. Нет разве что личной климатической установки, пишет в своем отзыве Ирина из Уфы. Крышка багажника у Cadillac оснащена электроприводом со взмаховым датчиком. При установленном третьем ряде сидений минимальный объем составляет 356 литров. Достаточно, чтобы съездить в магазин за покупками. Из багажника можно сложить при помощи электропривода оба задних ряда. Со сложенной галеркой багажник увеличивается до 1220 литров. А если сложить и кресло второго ряда, то получается грузовой отсек с заявленным объемом аж 2228 литров. И еще тут совершенно ровный горизонтальный пол от кромки багажника до спинок передних кресел. Ближе к пятой двери предусмотрен отсек, где можно спрятать шторку. Еще глубже, под съемным лотком, рядом с запаской, обитает фаркоп, который тоже включен в стандартную комплектацию. Из отзыва Дмитрия из Петрозаводска, багажник просто огромный. Странно только, что внутри нет никаких приспособлений для фиксации груза. Из двух возможных вариантов двигателей до нашего рынка доехал только базовый четырехцилиндровый турбомотор. Он оснащен системой изменения высоты подъема клапанов и способен отключать половину цилиндров при частичных нагрузках. Такой же ставится на младший Cadillac XT5 после рестайлинга. А вообще, этот двухлитровый турбодвигатель LSY появился в линейке GM в 2018 году. Информации о его поломках немного. Моторы первых лет выпуска отзывали для замены дефектного датчика температуры. Как и все двигатели с прямым впрыском, он страдает от нагара на впускных клапанах. Есть жалобы на шумную работу в некоторых режимах и течи масла. При этом ресурс цепи ГРМ составляет примерно 200 тысяч километров. При напряженных обгонах раздраженный голос двухлитрового мотора все-таки проникает в салон. Но в целом XT6 очень тихий. «Отличная шумка! Многослойные стекла и система активного шумоподавления качественно отсекают почти все внешние шумы», — подтверждает Сергей из Москвы. Главные плюсы автомобиля Cadillac XT6. Эффектный экстерьер. Просторный салон. Хорошая комплектация. Большой багажник. Основные минусы. Не очень удобные передние кресла. Не самая впечатляющая динамика. Недостаточная плавность хода. Ограниченные внедорожные способности. Подводя итог, можно сказать, что Cadillac XT6 — очень практичный премиальный кроссовер. В его просторном салоне хватило места для полноценных кресел третьего ряда. На них можно возить даже взрослых пассажиров. А значит, XT6 отлично подходит на роль машины для большой семьи. Имеется и весьма объемный багажник. Вдобавок, Cadillac XT6 очень хорошо упакован уже в базовой комплектации. А уж внешние харизмы ему точно не занимать. Потому оценка, набранная Cadillac XT6 в читательском рейтинге Дрома, составляет средние для марки Cadillac 9,2 балла. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Expert Новая Рига. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дрома. И самое главное, подписывайтесь на канал Дрома. До скорых встреч!